Журналисты из 15 стран мира, а также эксперты всемирного медиапространства собрались в столице Приволжья, чтобы обсудить, как сложившаяся ковид-обстановка влияет на цели, задачи и функции современных СМИ. Возникли координаты изменения содержательной работы радиостанций, возникли нарушения собственных стандарт обещаний, информационная повестка у многих радиостанций присутствовала весьма ограничена. Пандемия коронавируса COVID-19 демонстрирует нам, что в информационном поле, и особенно это заметно на примере социальных медиа, появляется огромное количество противоречивой, иногда сомнительной информации. Именно СМИ, в нашем понимании, проводящие факт-чекинг, публикуемые информации, работающие только в рамках правового поля, достойны держать лидерство в качестве основного поставщика и источника новостей. Развивающиеся соцсети дают возможность высказаться каждому, но при этом растет и количество фейковой, недостоверной информации. Оправдана ли цензура и каким принципам она должна следовать? Еще один вопрос повестки. Сейчас готовится проект закона в Думе относительно того, как реагировать на то, что мессенджеры, по сути дела, площадки открытой дискуссии становятся сами по себе субъектами цензуры. Ограничивают по собственному желанию или у них работает искусственный интеллект. Мы очень заинтересованно к этому, конечно, относимся. Но, конечно, все связано с проблемой свободы журналистики, вот в контексте прав человека. Форум проходит в России впервые. Он завершится 26 ноября. Впереди у экспертов три насыщенных дня, результатом которых должно стать более четкое понимание настоящего и будущего мировой журналистики. Екатерина Васильева, Василий Низов. Время новостей.